Пролог Жека все думал, все Жека мечтал, работал, работал, ночами не спал. Господь ему вскоре ответ даровал. Господь нас позвал дух усталый поправить на север далекий, на месяц пути, где он отдыхает от всех неурядиц, которые с нами он здесь проходил. И вот, за неделю до дня отправления, увидев зеленый от Господа свет, вальяжно мы начали приготовление, не зная, успеем собраться или нет. А надо ж еще сотню дел переделать, а время бежит и нисколько не ждет. Назначенный скоро настал понедельник, мы чудом каким-то собрались в поход. И 24 августа, в сроке, в починенной Ауди, сверхом груженной, мы едем на север. Река Пистайоки. Поход ожидается нам напряженный. Автопусия путешествия. Ночь мы в дороге, жизнь на колесах. Хочется спать и до и после. Странным магнитом шоссе обладает, глаза привлекает и усыпляет. В движении сила, расстояние подвластно. Ты едешь и кажется, жизнь не напрасна. Но в каждом движении смысл должен быть пройти до конца, до конца победить. Итак, вот мы снова в столице Карелии. Нам в ресторане водички нагрели, завтрак с видом на море Карельское. По списку вкусняшки и хлеб и лицензия. Все раздобыли, продолжим движение к финской границе. Идем на сближение. Вот поворот наш на Колевалу. Едем по трассе мы возле Кемии. Возле речушки, довольно усталых, дождик загнал нас в палатку. Легли. Бензин в прицепе или прицеп в бензине. С утра разбудили веселые птички, которые прыгали здесь по привычке. Все возле палаточки нашей порхали, пока мы не встали. Сияние солнца осталось вчера. Сегодня туман и гудит мошкара. О, здравствуй, Карелия! Дальше пора нам в дальние дали. Асфальт на дороге то есть, а то нет. Родная грунтовка. Колесам привет. Достаточно быстро мы доковыляли до Колевалы. Оставить машину или ехать самим до сплава начала средь диких стремнин. Заброска недешево. Как поступить? Мы долго решали. И вот вереницы грунтовых дорог. Нас дядечка Виктор на Ниве везет. А хлеб и бензин и баулы с вещами в прицепе за нами. Авария вдруг происходит в пути. Пробились канистры и вытек бензин. И запах его еще многие дни нас сопровождает. Аварию быстро смогли устранить. Жаль, хлеб и бензин нам пришлось докупить. Господь нам проблемы все время решить. В пути помогает. И вот нас доставили к речке глухой. Подать до границы там можно рукой. Под солнышком теплым, небес синевой. Сюда собираем. Друг друга мы спрашиваем иногда. Ну как и когда мы попали сюда? И ветер, листочки осин теребя. Нас в путь приглашает. Нокаут порога. Эх, ну кто подумать мог? Что в бушующий порог? Раз, и наша речка превращается. Ох, а сплав ведь только начинается. Это двушечка порог. Нас схватил и поволок. Бац, бортом о камень ударяется. Двас, и наша сцепка разрывается. Вжиг налево, вжиг направо. Вот тебе и переправа. Это только первый был. Нас побил и помочил. Испугались мы без фальши. Ох, и что же будет дальше? Дальше был порог попроще. В нем попались Туся с Гошей. Жека с Леной пропускали. И в камнях они застряли. Ох, овечки не грибцы. Нету силы у овцы. Сняться с камушка не может. Да чего ж расстроен Гоша. Ведь его напарник Жека дальше укатил на реку. А без Жеки никуда. Слишком сильная вода. Бог услышал и помог. Прям из каменной засады проползли через преграды в бурный основной поток. Встали тут же за порогом. Мы на бережку высоком. Камнем в ребра нам земля. Вот начало. О-ля-ля. Мышки-лебеди. На прошлой стоянке какой-то зверек всю ночь выражал нам свой бурный восторг. Мы на ночь продукты не упаковали, а просто на землю их все побросали. Среди них была пачка с сухим молоком. Великая радость случилась с зверьком. Скакал он по лагерю в ночь и в рассвет, пока не прогрыз тот заветный пакет. На этой стоянке прекрасные птицы решили в ближайший заливчик спуститься. О, лебеди! Так же восторг выражали, трубили и радовались, восклицали, когда подлетали то эти, то те, и крыльями били они по воде. А дождь и туман им совсем не мешали. Они собирались в заморские дали. Подун-будун-дудун Подзолотав свои ранения мы отправляемся вперед. Река, что быстро нападение, в пороги дальше нас несет. Вода высокая такая пороги сделала мощней, и потому мы намокаем в пороги каждым все сильней. Прошли змеиной и соленой, без женщин кат по одному. Вода не сделала студеной, и вот подходим к подуну. Его пошли не той протокой, и в этом перст был виден Божий. Такую мощь у водостока не одолели б мы, похоже. В таких порогах наши судна хрустя ломаются, как щепки. Печется Бог, о наших судьбах, о наших судьбах, и с ним идем в одной мыс цепки. Рев подуна остался сзади, мост, быстро ток под ним гирлянда, уставший ночлег находим на мысе озера Шуванда. Как только тент тент мы натянули на острие глухого леса, дождя вдруг вытянулись струи, на небе туч легла завеса. «Дождь» Первый. «Когда вокруг одна вода, бывает это, как беда, капля за каплей громко стучится в висках. Уныло мокнет каждый сук, остановился жизни круг, капля за каплей в сердце вползает тоска. Что не намокло во вчерашнем, все сделалось сырым и влажным. Капля за каплей небо на землю течет. Не прекращаем мы молиться, Господь, пусть это прекратится. Капля за каплей не прекращается счет. Вода стоит в палатке Жеки, там мокнут вещи, снаряжение. Костер поярче, сушим спальник, дождю мы шах и мат поставим. Нам надо выдержать момент. Давай еще, повесим тент. Трава кончаются, не страшно. Их Жека через болото тащит. А дождь все с тем же постоянством. Поют унылые романсы, капля за каплей, капля за каплей нам. Дождь второй. Победа. Всю ночь он нас сводил с ума, лишал покоя, сил и сна. Сегодня день для поклонения. Неважно, холод или дождь, мы ждем момент соединения. Господь, ты мимо не пройдешь, ты посетишь своих детей среди дождя тугих сетей. Ты дал нам новые псалмы, тебя спешим прославить мы. И вот уж небо затворилось, и все вокруг переменилось. О, наконец-то тишина, капель дождя уж не слышна. Вода в реке поднялась знатно. Зачем? Пока нам непонятно. Но до чего же хорошо? Казалось, дождь неделю шел. Вдруг, неожиданно, случайно, на нас напало приключение. Сказал друг Гоша, можно баню? У всех он вызвал удивление. Все описать не хватит слов, но все же это интересно, что через несколько часов мы мылись в баньке деревенской. Два охотника добродушных очень встретили нас радушно. Александр Петрович и Юра также рыбку ловили культурно. Александр охотник подводный, а еще он летает свободно. Человек, даже с детства мечтавший летать, смог мечту своей жизни реализовать. И теперь он начальник главный в своем клубе под дольтапланом. Так красивый закат средь дерев наблюдая, вечерок забеседую, мы скоротали. Мост на Бордаж. Река водой переполнилась, а нам погода распогодилась. Лишь только после дней дождливых ты можешь солнце оценить, а небо множество счастливых улыбок может получить. Как быстро каты поломали, теперь их долго укрепляли. Хоть ждут шеверы не пороги, но и шеверы мочат ноги. Идем. И вот в разлив широкий реки принес нас быстроток. Мы под мотором прокатились, лучами солнца насладились, за поворотом ждет мосток. Тут вновь случилось приключение. Там штырь торчет. Идем направо. Но поздно. Быстрое течение. Нас в насыпь понесло исправно. С борта сбежала вмиг овечка, и Гоша прыгнул на весло. Залечь успели все, конечно, и под мостом нас пронесло. Веселый выдался денечек. Несемся дальше мы, и нати. Вдруг, оплывая островочек, мы видим, Лены нет на Кате. Тут даже Жека удивился. Ты что тут делаешь? Спросил. За Лену крепко ухватился, и вплавь ее не отпустил. Лишь только к берегу, причалив, ее мы выловить смогли. Как быстро вниз необычайно несутся пенные струи. Вновь неполадки с описанием. Нам не знаком этот порог. Все прикрепили, привязали, и ринулись в быстроток. Вот пара резких поворотов. Ввалились в озеро, не стройно. А слева собственной персоной стоит вчерашний наш знакомый. Да, мир по-прежнему нам тесен, непредсказуемой в нем встречи. Тот мокрость Лены не заметил, а нам же был попутный ветер. Погнуты трубки, ката и весло. Похоже, что еще нам повезло. Да, не жалеет речка Писта. Ни кат, ни весла, ни туриста. Голоса на озерке. Ох, и холодно ж, друзья, здесь в начале сентября. Коль звезду на небе видно, дышит холодом заря. Речка плавно не течет, только в озеро впадает, еле выплыть успевает, сразу делает прыжок. Вот на этом-то прыжке, на порожке межозерном мы стоим на островке и вокруг у нас просторно. Братья долго не бродили, по походной их традиции прыг-накат и укатили. Укатили в экспедицию. Через несколько часов стали звуки раздаваться, что-то вроде голосов. Чих, попробуй разобраться. То ли чайки, то ли гуси, размышляли Лена с Тусей. Но когда раздался свист, Лена все ж пошла на мыс. Вдаль глядит она и точно. На далеком берегу красная мелькает точка, крик стихает на ветру. Сестры быстренько собрались, прыг-накат, и вдаль помчались. Дождь ли, волны, им не важно. Помолились и бесстрашны. Рассчитали траекторию движения и отправились направо, на сближение. Вот подплыли и кричат. Своих братьев вызывают, только те не отвечают. Видно, тонет звук в волнах. Стих вдруг ветер, и с небес капли лица прекратили. Вновь позвали, и ответ долгожданный получили. Братьев из лесу забрали, ну, а тем рассказали, как гуляли тут и там, по нехоженным холмам, созерцая красоту, поклонялись там Христу. Оббежали все большое озеро по кругу, и теперь, конечно, рады видеть мы друг друга. Писто озеро Осень приходит, не остановить, чтобы листочки все позолотить, теплую воду в реке остудить, землю к зиме приготовить. Осень наводит туман над рекой, северный ветер гудит за спиной, осень готовит наш мир пред зимой, планы ее не расстроить. Продолжаем писту мы проходить проворно. Вот мы еле втиснулись в порог между озерной, озеро перегребли, дальше в речке потекли. Уровень воды высок, что шевера, то порог. Каты бедные трещат, то на камень налетят. Весла биты, трубки гнуты, и покоя не минуты. Только если на озерах прокатиться под мотором. Вот уж вскоре догребли мы до писта озера. Где-то там, в его доли, продолжение реки на восходе розовом. Ну, прощай на время писта. Жека вжик, завел мотор. Он повез, почти со свистом, в дальний сумрачный простор. К вечеру зачалились на мысу песчаном мы. Ах, закат пылающий! Просто потрясающий! Водная экспедиция. Холодный ветер с озера нам дует, не спрятаться, не скрыться от него. И мы, решив, что нам тут скучно будет, собравшись, вновь уселись за весло. Когда волна и ветер нам навстречу, мы очень благодарны за мотор. Наш папа, чтобы приблизить нашу встречу, нам в путь его в подарок приобрел. И вот мы километры покрываем, скользя по глади глянцевой воды, в сторонку от маршрута уплываем, ведь приключений снова ищем мы. Заплыть хотели в маленькую речку, к ее истоку, по течению ввысь, чтоб ни моторок там, ни человечка. Спокойствием, душа, ты насладись. Простор воды и солнце светит, совсем не сильный встречный ветер, и величава острова друг друга по бокам сменяют. Душа моя здесь отдыхает и обновляется она. Высокий остров, место для обеда, чтоб искупаться в солнечных лучах. И дальше мы помчались против ветра, прошли залив, находим речку. Ах, она красиво, плавно изгибаясь, уходит вверх, все уже становясь. В воду ее истока мы добрались, то был ручей, бежал с горы в камнях. Мы забрались на ту лесную гору, спустившись вниз, на весла налегли, ведь солнце диск садится очень скоро, стоянку здесь мы сделать не смогли. Вперед, мотор, идем на нашу реку, перед порогом на стоянку встать. Ох, сколько же там было человеков, которых не хотели мы встречать, но все ж на холмик средь высоких сосен себя и скарб свой потемну заносим. Просто хороший день, просто солнечный день, после ночи холодной, с осен падает тень на озерную воду, просто вдоль бережка поспевает брусника, шум порога слегка, непрестанно бурлит он. Кто-то в леса на весь день, на рыбалку, охоту, мышь средь сосен, чья тень тихо падает в воду. Семиповоротное родео. Попробуй обуздать быка, который бурная река, а острые сливные камни его бодучие рога. Итак, идем порог родео и преодолеваем смело. Река нас быстро покатала, но это было лишь начало. И миновав толпу народа, там, где разрушенный был мост, порожек семиповоротный гоняет в гриву нас и в хвост, как будто горнолыжный слалом, уж скорость набирает сам он. За каждым быстрым поворотом все основательнее ревет он. Прошли. И после озера Большого в хороший слив мы завалились снова, и на глазах у местных рыбаков водой накрыло четверо голов. Водой плевались долго хохоча, нельзя влетать в такое сгоряча. Нас вскоре новый ждет порог с названием добрым петушок. Когда в него ты попадаешь, тебя намочит гребешок. Четыре пенных буруна, как гребень, стойкая волна. Стоянка с видом на порог, палатки, вещи, костерок, плюс вылить воду из сапог, так и закончился денек. Господь, мы всем обязаны Тебе. Господь, мы всем обязаны Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь, мы восхищаемся Тобой, Ты верный друг, утешитель святой. Ты стал нам путеводную звездой, Господь, мы восхищаемся Тобой. Господь, мы восхищаемся Тобой. Аллилуйя, Аллилуйя. Господь, Господь, мы любим Тебя. Господь, Тебя мы любим всей душой. Господь, Тебя мы любим всей душой. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. 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 Каскад. На порогах вода говорит голосами, Можно слышать удар чьих-то весел об камень. Кто-то песни поет, или зовет, или кричит. Это бурный поток так порою звучит. Что ты хочешь сказать непрестанной струей? Может, страху нагнать странную болтовней? Или тайну поведать свою между строк Непрестанно звучащий бегущий поток? Пройдя порог архипелаг, Выходим в озеро Простор. Господь заботлив был и благ, Что усмотрел для нас мотор. Две с половиной лишь лошадки, Но, как исправно, в воду пашут. Подходит он и для рыбалки. С рыбалкой только вот не важно. А на хорошую погоду Понабежало вдруг народу. Повсюду лодки тут и там, И виден люд по берегам. А за мосточком, ай-яй-яй, Порог веселый, фур-ля-ляй. Вот в левую скалу летим мы, Ну все, удар неотвратимый. Но Гоша смело, как герой, Отталкивает кат ногой. Тут поворот и слив немалый, На камень нас несет другой. И мы летим с открытым ртом, Опять в скалу другим бортом. Чуть сжеков слив не улетает, Удар, а камень отражает. Ох, сколько же здесь поворотов, Уж мы сбиваемся со счету. Все наконец-то. Мокрый, битый, гнутый, А сплав всего-то длился три минуты. Когда закончилось кружило, И мы и Каты ели живы. По гнутой трубке и весло, Баллон сдувает, весело. С того порога не просохли, А в этом снова все намокли. На бережок, сходя овечка, Хотела спрыгнуть грациозно. За ножку цап ее уздечка, Веревок много, бесконечно. Оборвала полет овечки, Та шлепнулась так несерьезно. Наконец-то успокоилась река, Стали низкими крутые берега, Величава и спокойно потекла, Как дорога вся из черного стекла. Осинки красные стоят, Березы золотом горят, Красивый в небесах закат, И тучки темные летят. О чем они нам говорят? Да-да, о том, что чем темнее, Тем нам бы надо встать скорее. Сестры бодренько грибут, Им передохнуть нельзя, Так как именно вот тут рыбная лицензия. Мы за рыбу заплатили, Но на всем участке Ни рыбешки не словили, Каково ж несчастье. Жека, посмотрев на папу, Что намокший весь дрожал, Взяв последнюю рубаху, Папу ею утеплял. Стало холодно и поздно. Все, кладите, сестры, весла. Тут моторчик заурчал И до места нас домчал, До ревущего порога И стояночки высокой. С восхищением наблюдали, Как скрываются в тумане С громом пенные валы. Хорошо, что без осмотра Мы в порог сей не пошли. Пенные всплески Скачут валы, Поворот резкий Слив метровый, Скорость большая С ней лишь навы, Не облашать бы Все готовы. Он никому не покориться, Дикий речной мустанг, На нем лишь можно прокатиться. И это не просто так Ремет холодная водица, Она остудит твой пыл, Если ты слишком самоуверен в пыль. Ну-ка проверим, сможем ли мы Не оказаться в нем без сплав средствах. Ну-ка ты мери почки валы, С Господом в степке пройдем мы вместе. Он никому не покориться, Дикий речной мустанг, На нем лишь можно прокатиться. И это не просто так Ремет холодная водица, Она остудит твой пыл, Если ты слишком, Он никому не покориться. Если ты слишком самоуверен, Если ты слишком самоуверен в пыль. Самоуверен в пыль. Супер сплав. Ну вот, сегодня мочим ноги, И много что еще в пороге. Вот только б выдержала сцепка, Ее мы вяжем очень крепко, Бидоны, сумки и рюкзак, Все вяжем, речка не пустяк. Рука нас не оставит, Божья, Пройти нам через все поможет. Мы на себя не уповаем, Ему лишь жизни доверяем. Ну, укрепились, помолились, И в воды бурные пустились. Чуть скатов братья не слетели, Но имесев преодолели. Порог за ним был талий, Его не ожидали мы. Застряли в бочке там, Упавший в пенный слив, Но отпустил он нас, Водою окатив. И снова шум воды услышав, Смотреть на берег братья вышли. Шиверка, как бы не застрять, Овечка можно не снимать. А то был именной порог, Что по камням нас проволок. Последним был в каскаде хирви, Ужеки чуть весло не вырвал. Воды хлебнули мы немало, Но это вовсе не конец. В конце всего нас ждет Пуала, Всей красоте реки венец. Когда мы до нее добрались, Уж солнце начало садиться. Хоть все замерзли и устали, Но все ж нельзя не восхититься. Как он красив! Какая мощь! За сливом слив, Набравший силу, Река летит не превозмочь. Напор струи ее ретивый, И трехступенчатый каскад С бурлением падает меж скал. Овечка с трепетом снимала, Как тройка смелая друзей, Палу лихо покоряла, Прекрасу пистойоки всей. И возле мощных скал, Ликуя, Хвалу мы Богу стали петь. Воспели дружно, Аллилуйя, Мы все смогли преодолеть. Нам на месте не сидится, Что-то там внутри живет. Нам на месте не сидится, Что-то там внутри живет. Что всегда вперёд стремится И покоя не даёт Побежали, побежали Побежали мы с тобой Побежали, побежали В свет за утренней звездой Нам нельзя остановиться Совершая путь земной Если в небо торопиться То останешься живой Побежали, побежали Побежали мы с тобой Побежали, побежали В свет за утренней звездой Побежали, побежали Побежали мы с тобой Побежали, побежали В свет за утренней звездой Продолжай вперёд стремиться Даже если ты устал Твоя сила обновится В уповании на Христа Побежали, побежали Побежали мы с тобой Побежали, побежали В свет за утренней звездой Побежали, побежали Побежали, побежали Вслед за утренней звездой Вслед за утренней звездой Побежали мы с тобой Встреча на воде Ясным днем посредь реки Нас догнали мужички То не местные бродяги, а тугие кошельки Лодка и мотор такие, что не увидать во сне Ну а если увидишь, не поверишь сам себе Снаряжение богато Щука в три кило улов Мы же бедные ребята Но о нас печется бог К нам они расположились Оказались и щедры Для мотора поделились Маслом дорогим они Плод наш слаб На веслах тети Как же вы вот так плывете Хм, мы пороги шли такие Что не снилось вам во сне Ну а если бы приснилось Не поверили б себе Пистоеки завершила свое бурное течение В куй-то озере теперь ее вода Мы теперь в просторах водных Продолжаем приключения Где спокойствие и штиль и красота Сидя у костра на мысе Мы глаза подняли к выси И, о чудо, всколыхнулись небеса И огромное сияние Словно с севера дыхания Нам Господь во всем величии показал Встали, затаив дыхание Глядя на переливание На игру цветов и света в темноте Лишних слов сказать боялись Наблюдая, восхищались Как сиянье отражается в воде Пей покой, душа Берега окрасились в разные цвета Желтые, зеленые, разные оттенки Вспыхивают красные кроны иногда Осень вновь вступает во владение Мы здесь только странники Перед нами путь Иногда по суше он Иногда по водам Мы в преодолении видим жизни суть Обретаем в поиске свободу Километры тянутся долго, не спеша Им здесь нет нужды, чтоб торопиться Отдыхай и радуйся Пей покой, душа Мало дней тебе, чтоб насладиться К вечеру устала и в сумерках глаза Я тщетно вдаль рассматриваю берег Пристань, уходящая в озеро скала Усмотрел Господь, который верен Серебряные рыбы Ребята пропадали целый день Меж островов, охотясь и рыбачи Когда ж ложится стала ночь и тень, пришли Проголодавшись не иначе Все эти дни рыбалка столь плохая, что еле нам хватало на еду Грибы и те по одному встречаем И вот с добычей мальчики идут Прекрасные серебряные рыбы Чье мясо вкусно, жирно и красно Кумжа, дикий лосось назвать могли бы Того, кого ловить разрешено Деликатес карельского простора Который мы, увы, покинем скоро Этот день посвящаем тебе Создатели, Царь, пребывай В нашей хвале Мы поклониться спешим Тебе наш Господь Иисус Спаситель души Этот день посвящаем тебе Создатели, Царь, пребывай В нашей хвале Мы поклониться спешим Тебе наш Господь Иисус Спаситель души Этот день посвящаем тебе Создатели, Царь, пребывай В нашей хвале Мы поклониться спешим Тебе наш Господь Иисус Спаситель души Спаситель души Мы поклониться спешим Тебе наш Господь Иисус Спаситель души Покоряй пространство Цель сегодня нам Пересечь озеро Километров так 25 До порогов дойти Что озера должны с нижним верхнее соединять Напоследок погоду чудную Нам Господь вновь и вновь послал Осень серую, грустную, нудную Он рукою своей удержал И поплыли мы под моторчиком Попрощавшись со скальным мыском Острова разбежались россыпью Нам не сбиться бы с курса А то нам пора ведь в края чужие странные Там, где дом наш, где брат и друг Пересечь же озера громадные Можно, если держать курс на юг Вот поплыли мы, маневрируя Солнце жарко, как летом палит Вдруг моторчик наш завибрировал Надо срочно его заглушить Винта камень подводный ударила Вроде цел, повреждений нет Но об этом еще не знали мы В чем поломке сокрылся секрет Вновь на весла сестер отправили Хоть не очень охота им Но такие в походе правила Хочешь рыбки? Давай греби Ох, не ловится Эх, не нравится здешней рыбушке Наши блесна Наохотились да наплавались Отдыхаем, пока не поздно Вот они и порожки мелкие Между камушков быстроток Вот и кунчилась куйта верхняя Ну давай, заводи мотор А моторчик наш не заводится У него разбита деталь Как всегда вечереет По озеру вновь на веслах пришлось налегать На моторках народ катается Гоша шпонку напильником точит Да чего ж уже быстро смеркается Где бы встать Мы устали очень Вот домишки стоят охотничьи И на берег моторки съезжаются Мимо них проплывает наш плод в ночи И народ глядит, удивляется Уплываем мы вдали темные И туман по воде уж стелется Не увидим стоянку скоро мы Лишь на Господа вновь надеемся Вот и вновь что-то вроде столика На мысу вот-вот силы кончатся Слава Господу! Вновь его рука провела И о нас заботится Поэтапное возвращение Пересекая мирно озеро Простор воды столь необъятный Вдруг видим Как с хорошей скоростью Объект к нам мчится Непонятный Понятно то, что это лодка С мотором мощным Полный ход Неясно, для чего же все-таки Она так быстро к нам идет Сидят там мрачные фигуры На лицах нет у них добра И остаются лишь секунды От них до нашего борта Нас потопить не так уж трудно Далекий берег здесь такой И вот в последнюю секунду Они проходят стороной Не знаем, чем так раздражили Мы появлением их своим Что чуть нас здесь не утопили Господь пусть милость явит им Да тщетно мы близко левалы Хороший бережок искали Уставший бороздить простор Сточив деталь Заглох мотор Болото, дебри, братья наши Устали так все прочесавшие Дорога вот До съезда нет К воде и снова меркнет свет Лучи заката взор ласкали И вновь на диком намысу Мы на тропе звериной встали Смотря на озеро красу Вот он, последний переход Волна нас гонит Плещет в борт Моторчик выдержал на славу Заглох почти что у причала На берегу отеля Велт Мы разбираем наш дуэт Ох, наши каты, наши каты Побило крепко вас, ребята Старушка Ауди нас ждет Собрались, завелись Вперед Костром и солнцем мы черны И дымом все закопчены От нас шарахаются люди А нам в диковинку они Цивилизация, однако Земля уходит из-под ног Карелия нас провожает Неровностью своих дорог Вечереет Сгущаются тени Хоть просторно, но не по себе В этом старом песчаном карьере Где ночлег мы устроим себе Иногда шум доносится трассы Что не очень от нас далеко Макарончики, шпротики в масле Все расслабились за костерком Наши шутки и беседу Прерывает резко вдруг Прям из темноты Так близко Резкий Неприятный звук Оборвал на полуслове Странный вой из-за куста Повторился он еще раз И затих И тишина Разъяренная там кошка Или рысь Или кто же там Прозвучал вопрос резонный Может все же нам пора Может здесь не оставаться И пока не поздно гнать Нет, я не привык сдаваться И под страхом отступать В три часа На пике ночи Разбудил нас тот же вой Где-то рядом Кто-то бродит Не боится никого Что за зверь В ком нету страха Не торопится уйти Да, похоже росомаха Вновь пересеклись пути Вот стоит она И лает Не собачьим лаем Нет Гоша слово Та же снова что-то Говорит в ответ И пока в ночи не щелкнул С холодком ружья затвор Так тот зверь И не умолкнул Но закончил разговор Мы же больше не боялись То, как было в прошлый раз Духом в разуме сражались Уповая и молясь Мы следы нашли той гости Что увидеть не смогли В землю впившиеся когти Видно длинные они Пролетел так быстро Как бывает искры Улетают в небо Тают между звезд Наш поход промчался Только ж начинался А уже как не был Все же он принес Отдых душам нашим В битвах так уставшим Мы теперь готовы Снова бой принять Господу спасибо Обновил нам силы Чтоб могли мы битвы Дальше продолжать Субтитры сделал DimaTorzok